Доброе утро, мои дорогие зрители. Сегодня у нас новая прогулка, как этот район можно назвать. По-восточной Эстонии, если точно так. А если точнее, по-русски Егевский уезд. Здесь есть несколько достопримечательностей. Хотелось бы вам показать, вы просто мимо ехали. Специально сюда ехать, я думаю, не стоит. Есть такая старая усадьба Сары Мейс. Вот, я не знаю, будет видно. Вот так главное здание выглядело до недавнего времени. Ну, грубо говоря, до 1930-х годов. Владели ей немецкие аристократы, балтийские немцы. Здание, главное здание Мызы, усадьба, вот здесь было. Вон там дальше, за деревьями, не видно. Вот. Было построено в 1730 году. И уже буквально через 200 лет, 200 лет, в 1919 году было экспроприировано, экспроприировано эстонскими властями у немцев. Немцы. Немцы все это забрали. И удивительно, обычно там школы, всякие училища, какие-то административные здания в старых усадьбах сделали. Остали пустовать. И в 30-е годы прошлого века, в 1930-е, оно разрушилось. Ничего не осталось, даже основание фундамента. 24 постройки было здесь. 24 постройки хозяйственные, включая главную усадьбу. Осталось три. Это хлев, с той стороны конюшня. Вот. И еще амбар там. Все. Чем она примечательна? Сейчас расскажу. Привет. Чем примечательно? Здесь рядом, буквально полтора километра от этой усадьбы, находится, проходит трасса, проходила, и сейчас проходит Санкт-Петербург, Нарва, Картул. Тогда города по-другому назывались. Вот. И она была самой прямой дорогой из Санкт-Петербурга в Западную Европу. Трассы Санкт-Петербург-Псков тогда не было, потому что там непроходимые леса и болота были. Там дорогу каменную построили только в конце 18-го века. А до этого все, вся знать, все аристократы, все коронованные особы с Санкт-Петербург и с российской столицы в Западную Европу ехали именно по трассе. Вот она там, полтора километра отсюда. И многие из них, Екатерина Вторая, Павел Первый, Александр Первый, Николай Первый и Западные крановные особо останавливались. Ну, ни здесь, ни в хлеву. В этой главной усадьбе на отдых по дороге. Так что здесь много серьезных и важных людей было. Ну, вот это остатки амбара. Ой, хлеба. Скотина тут была. Все разрушается, никому ничего не надо, не восстанавливается, не укрепляется. Построено оно в середине 19-го века. Это здание в начале 19-го века даже. В принципе, это, не знаю, перекрытия менялись, не менялись. Наверное, менялись в советское время. Что-то тут пытались, наверное, сделать в 50-е годы. Оббава опасна. Вообще-то тут, если бы сделать красивого было бы. Вот тут кто-то и звездку хранит. Все осыпается. Штукатурка осыпается. Окей, да, своды. Да, но не совсем тут. В 30-е годы не верю, что вот именно это разрушаться начало. В советское время вот эти вот точно деревянные балки были поменены. Но сейчас тут уже легче сломать и новый точно такой же построить, чем восстановить. Вот еще одно здание. Чудом сохранившееся. Сейчас тут кое-что покажу. Таймику, ну слад, ярмарка. Бомжи не живут. Здесь конторка какая-то была, административное здание. Здесь, кстати, потолок-то со свежих досок сделан. Строим эти дерева тут. Двери старинные. Могли бы в порядок какую-нибудь забегаловку тут сделать. Контору какую-нибудь, фирму, офис тут. Стены-то хорошие. Крепкие. Остатки печей. Самое интересное я сейчас покажу. Там создание главного здания и усадьбы. с дворца, скажем так. Сейчас посмотрим, что здесь. Вечень красивая. Я не удивлюсь, если в советские, в колхозные времена, контора какая-нибудь была, что все, в принципе, неплохо сохранилось. Здесь потолки вон даже. Нормально. Красная стена, непонятно. Короче, от главного здания и усадьбы. Еще раз повторю, мне ничего не осталось. За слово совсем. Но. Был там. Брельеф. Ах, давайте пошел в Трунково. На гностине. Рыцарский такой. Герб. Семьи. Аристократический. Вот он. Чудом сохранился. Его оттуда сняли. Вот сюда перенесли. Вот. Вильхельм. Бок. Короче. Семейство фон Боков владело этим зданием. Вот. Это Рединал, кстати. И больше. Он перенесен сюда специально, потому что на здании усадьбы. И больше ничего не осталось, к сожалению. Ну вот подошел тут тоже фундамент. Фундамент. Остатки фундамента какой-то постройки. Я говорю тут. Больше двух десятков построек различных было. Это хорошо, где еще фундаменты остались. Все разрушено. Кстати, такое юридическое отступление. Не знаю. Нравится. Кому-то не нравится. Я просто этими усадьбами увлекаюсь. Ну там замками, дворцами, усадьбами. И... И больше тысячи было. В усадьбе. Ну я сколько мог посмотрел. Там кому-то повезло каким-то, да. После национализации были переданы каким-то муниципальным учреждениям. Кто-то выкупил в частную собственность. Вот. Но основное большинство просто забрали, остались пустовать. И сейчас они практически все разрушены. Ну, которые без хозяина остались. И упорно продвигается идея вот чего. Пришла советская власть. Пришли большевики. Разрушили все это национальное достояние. Я скажу так. Просто я проанализировал ситуацию. Если кто-то хочет поспорить, давайте факты. Вот. Большинство из них начало, по крайней мере, активно разрушаться. Именно во времена Первой Эстонской Республики. То есть 20-е, 30-е годы. Они и так-то были не новые, скажем так. Требовали уже какого-то ремонта. Их ведь не построили в 18-м году, накануне национализации. Вот. Когда советская власть пришла, которые еще более-менее, более-менее там что-то стены стояли. Начали восстанавливать. Естественно, не как усадьбы. Там какие-то колхозные, совхозные там сельские конторы. Вот. Ну и с тех пор, как колхозы были упразднены, передали тут землю якобы старым владельцам, и все это окончательно разрушилось. Так что... Если уж обвиняете кого-то... Ну, я знаю кто. Кто знает, тот услышит. Или кто услышит, тот знает. Так обвиняйте в этом только себя. А не минифическую какую-то царевскую власть там. Кто-то говорит ностальгирует. Да ничего не ностальгирует. Вообще плевать. Там какая власть. И кто думал власти. Вообще. Ну, хоть и слонный прилетет. Все равно. Лишь бы хорошо жилось. Хороший уровень жизни был бы обеспечен. Социальные какие-то блага. Хотя бы минимальные. Так, все. Пойдем там еще одна постройка посмотрим. Дальше мы. Тады. Пойдем дальше. Да, кстати. Просто. Для окончания. То, что я сейчас вокруг обошел. Вот это вот скорее очень большое здание. На таком месте. На возвышенности находится. Вот это видимо фундамент главного дворца то и было. А здесь парк. Оставшиеся деревья заточены оригинальными. Так. Ну все. Пойдем. Ну вот последнее здание. Чудом сохранившееся. Ну видно капитально просто было сделано. Я не успел время его разрушить. Тоже балочки новые. Говорю. В 50-е годы. 1950-е. Тут какой-то ремонт делали. И были они. В рабочем состоянии скажем так. Это конюшня. Ну она практически похожа на хлеб с той стороны. Я не пойду по снегу. Там тем более ворота закрыты. Думаю большой разницы нет. Хотя тут кто-то ходил. Так нужно следы на снегу чуть поближе подведу. Вот только у меня. Так. Решетки на окнах. Чтоб никто не лазил. Сейчас попробую увидеть и то что не вижу я. Не знаю. На палки поднялся. Не знаю что там есть. Не знаю. Очередное отхожее место наверное какое-то. Сейчас. А тут вообще просто заложили. Ну вот все что осталось от бывшего царьбы Сары. В царское время. Во времена Российской империи. Оно называлось. Сарынхоф. 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 Вот. Ну все. Идем вперед. Проезжая тут мимо, обнаружил интересную достопримечательность, все же знают, что где бы я ни бывая, посещаю разные храмы, в основном православные, так как я православный, монастыри и так далее и тому подобное. Кстати, это лютеранская церковь, сразу говорю, это церковь Марии Магдалены и находится она, соответственно, где же она может находиться? Конечно же, в деревне Мария Магдалена, так и называется, Мария Магдалена. Церковь Марии Магдалены, впервые упоминается в 1380 году, короче, перестройку сделали в 1644-1887 годах, ну то есть несколько раз реставрировалась. И там внутри еще органы есть, изготовленные в 1890 году. Народное предание утверждает, что церковь Марии Магдалены одна засгорела, ее стены нашли заросшими густой травой и лесом. Еще раз говорю, что в этой церкви, в старину, нашли спрятанные семь бочек золота. Ой, я тут только вышел по дорожкам погулять, болото. Вот такая вот лютеранская церковь. Кстати, кстати, на территории Эстонии находится Тюхтицкий женский монастырь. А лютеранские монастыри-то у нас тут есть или нет? Я обязательно посмотрю, если есть, то посещу. До революции-то были, точно. И православный был не один Тюхтицкий, были мужские монастыри тоже. Вот, церковь сейчас, скорее всего, закрыта. Ну и до старой. Самое интересное в таком месте является центр притяжения тут для всей округи. Деревенька-то сама небольшая. В советское время, если не изменяют память, ее просто Мария называлась, без Магдалены. Нас здесь не ждут. Ну ладно, посмотрю. Задний фасад следует. Ну вот тут крестик каменный, оригинальный. Когда там был. Ну это точно средневековый. Так что там на нем еще, возможно, что-то написано было. Вот и сейчас уже ничего не видно. И вот он, еще один вход в церковь. Но она, видимо, скажем так, после советской власти какие-то косметические работы тут выполнялись. Хотя я что-то не уверен. Штукатурка поотваливалась. Не очень аппетитно выглядит. Ну вот там контрфорсы торчат. Выделяются и стены. Значит там арочные своды. Классическая такая неоготика, неоготическая архитектура. Это скорее, можно сказать, до конца 18-го или начала 19-го веков. Потому что в 1380 году, ну, явно там, может, фрагменты стен какие-то остались до сих пор. Так, ну что, поедем дальше. Что-то редко тут бывал. Как-то, может, пару раз за всю жизнь мимо пролежал. Обращал внимание, что тут церквушка есть. Потому что, если б не церковь, то ты посмотреть-то не можешь. Кругом леса и болота. Попробую заглянуть вовнутрь. Потому что окно высоко на палке. Если не получится, там ничего я просто не буду выставлять. Так что не знаю, выйдет что ли? Не выйдет. Нет. Если вы этого не увидите, значит не вышло. Вот он, центр мировой культуры. Церковь. Тут жизнь какая-то процветающая. Вот это интересно. В здании общественного туалета сортира. МЖО. Кокфик сделали. Кафе. Это шутка такая. Народ любит и поприкалывался. Или, может быть, это правда? Только сейчас, в связи с эпидемией холеры, его прикрыли. Кафе. Три таракана. Проехали мы еще около 10 километров. Вот, буду показывать. Мы в Марьеболе. Марья Магдалена. Вот здесь вся церковь. Проехали вот так. В Элиствере были. В Элиствере когда-то мы в зоопарк ходили. Видео есть. И вот сейчас мы в Рагествере. Здесь есть замечательность. На берегу озера Рагествере Ярфа. Берегу озера Рагествере. Есть такая нота. Вышка. Сейчас сильный ветер дует. Ураганный. Вышка качается. Это добавляет пикантности и изюминки. Попробуем на нее взгромоздиться. Посмотрим, что там за виды. Поднялись мы. Но, опять же, зимние виды это не виды. Но с другой стороны, вот там вот эти деревья, которые перед озером, они закрывали бы озеро. А так тут красиво. По земле, кстати, я там читал предупреждение, к озеру ходить запрещено, потому что частная собственность. У нас с этим строго. вот здесь поля. Видно, конечно, красиво, далеко. Ну что ж, будете здесь, координаты оставлю. То есть в Эстонии будете где-то проезжать по Игевскому уезду. Можете сюда заехать. Ну вот, поднялся на самый верх. Здесь не очень комфортно, потому что она с довольно приличной амплитудой шевелится. Раскачивается. Очень-очень сильный ветер. Очень сильный ветер, можно сказать, переходящий временами бураган. И вот это ракетство. И вот это красиво. Но я буду спускаться. По весеннему одето пронизывающий ветер. До встречи на земле. Ну что, вы поняли, насколько сильный ветер. Я тут боюсь, что у меня кепка улетит. До встречи на земле, еще не земля. Очень сильный. Так что не ледяной. Фрэк у нас.